доброго всем вы знаете очень забавно порой общаться с нашими подписчиками или посетителями youtube канала несколько раз нам обращались из германии франции англии и не поверите задавали вопросы о ремонте своих голов в разговоре с ними выяснилось что касалось это как правило ретро автомобили сожалению из-за известных событий эти разговоры ни во что не вылились хотя желание владельцев этих авто было достаточно жгучим а вот на днях ко мне обратился владелец грузового авто с двигателем ямз-238 из аргентины из города токуман самой густонаселенной и 2 по площади из провинции этой страны провинция имеет столицу сан-мигель-де-токуман и ребята живут буквально в 15 километров от этого города с огромной огромной историей доброго дня с я из аргентины и зовут меня хуан фиоренс я хотел задать вам ряд вопросов по поводу нашего грузовика а вот и сам вопрос как говорят в программе что где когда сняты самим телезрителем значит в этом видео мастер репеты с ангентином и happened я хочу спросить его на джинбуре что вы используете до размеров, потому что здесь у вас уже используются потому что здесь я обращаю к себе в гардерии я собираю свой виде потому что камешка должна быть хорошо, и мы не хотим, чтобы никаких проблем не было, и я уже благодарю за все информацию, которую мы дали. Попутно Хуан поинтересовался, каков рабочий температурный режим этого двигателя, и еще задал ряд вопросов, конечно же, я ответил нашему новому Amiga. Хуан и сейчас продолжает задавать все новые и новые вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Сегодня у нас новая китайская головка от Renault 2.5. Посмотрим на нее, сделаем замер и оценим состояние. Хотя, я как правило слышу лишь отрицательные отзывы о китайских производителях. Данная пустая головка стоит 35 тысяч на май 2023 года. Клиент приобрел все остальные запчасти, кроме распредвалов. Они останутся старыми. Новый комплект шпилек, новые сальники распредвалов запчасти, новые впускные клапаны от BGA. Недорогой, но и неплохой вариант. Магнит отберется, для впуска это нормально. Выпускные клапаны от Фреции, также недорогой, но и также не самый плохой вариант. Клапан сварной, ну как и должно быть. Головка не магнитится, ножка берется магнитом. Сальники клапанов от фирмы Erling. А теперь раскрою саму головку. Извлеку ГБЦ, беру коробку. Внешне головка красивая. Бугеля пронумерован. Здесь набит артикул производителя фирмы Erling, которая позиционирует себя как бренд специально разработанный для европейского вторичного рынка. И вот как они себя представляют. Это не реклама. Совместное сотрудничество производителей с высокой степенью авторизации ориентировано на успех продаж и позволяет предлагать надежные продукты по конкурентно способной цены. Непрерывный контроль качества подтверждается основными международными сертификатами. Стратегия бренда основана на 5 столпах. Управление производства, качество, цена и удовлетворенность клиентов. Для изготовления автозапчастей используют самое современное оборудование с жестким контролем качества на каждом этапе производственного процесса. Используют профессиональное испытательное оборудование, надежную систему обеспечения качества. С помощью профессиональных тестировщиков они гарантируют качество. Это вы как поняли, они сами себя так представляют на официальном сайте. Однако я, как уже говорил ранее, слышу пока лишь негативные отзывы. Несмотря на такую прям идеальную рекламу своего товара на офсайте. А какое у вас отношение к китайским головкам? Доводилось ли вам сталкиваться с ними? Есть ли опыт? Я сейчас имею в виду именно вторичный рынок, не оригиналы, идущие в оригинальной комплектации в авто. Итак, поверхность головки идеально отполирована. Посмотрю на сюда два клапана. На взгляд видно, что фаски сюда очень широкие. Промеряю их ширину. Итак, пустная фаска 2 мм. Да, очень даже широковатая. Выпуск 2,4 мм. Посмотрю на клапаны. Выпуск от БГА 5,95 мм. Ножка шершавая. Пуск от Фреции также 5,95 мм. И ножка прямо отполированная. И, как вы знаете, ножка впускного клапана должна быть на пару суток все же больше. Или хотя бы на одну. Видимо, разные производители от того так и получилось. Пробую зазор на тактильных ощущениях. И он однозначно здесь великоват. Посмотрю, конечно же, индикатором-нутромером. А выставляю его по ножке клапана и произвожу замер. Зазор с этими клапанами 6,5 соток на впуске. И почти 7 соток на выпуске. Это, конечно же, много. Это верхние пределы, даже более. Конечно же, если оригинальный тот же спускной клапан будет размером 5,98 мм. То зазор во втулке будет, в принципе, соответствовать нормативе. Жаль, что нет оригинального нового клапана. Посмотрю на вакуум, что он мне покажет. Как правило, все будет идеально, ведь это заводская нарезка фаза. А выход идеально. Соответственно, и впуск. Посмотрим, насколько тарелки клапанов торчат над поверхностью головки. Пуск 1,3 мм. Выпуск 1,1 мм. Теперь измеряю вылет клапана. И на горячем, и на холодном он одинаков 32,5-32,45. Вылет клапана соответствует нормативному. И остается узнать заводскую толщину этой головки. Микрометр мне в руки. Посмотрим на толщину с обеих боков, где это можно сделать. Толщина вышивает 93, в некоторых местах 90,25. Но 5 суток погрешности без проблем. Ну что же, остается только собрать головку клиенту в кучу. Этот клиент не просил заложать фаз пеноседового клапана. Хотя обычно это просят сделать поставим валы на свои места. Промер шеек валы и постели дает нам возможность оставить валы со старой головки. Зазор показал нам 6,5 суток зазора почти на всех шейках. Валы не гнутые и износки не мальяты. Александр обильно смазывает маслом шейки, укладывает в них валы, прикручивает болты. Ну а на этом у меня для вас все. Оставляйте комментарии, помогите донатам и без аварийных вам поездок. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok